Всем привет! Прошло время для свежей порции новостей от команды «Универ Ньюз». В студии я, Александра Закирова, и мы начинаем! КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УДИВИЛ НЕМЕЦКО СООБЩЕСТВО ДИФИДЖИ В УНИКЛИНИКЕ КФУ ПРОШЛ МАСТЕР-КЛАСС ПО КАРДИОХИРУГИЯ Сеть 5G начинает работать к концу 2019 года 26 февраля Ильшат Гафуров принял участие в работе Индийско-Российской образовательной конференции В рамках научного события состоялась встреча ректора КФУ и посла Индии в Российской Федерации Стороны обсудили возможности для большей интеграции КФУ В проекты направлены на культурный, научный и эстетический обмен между странами А мы продолжаем Глава немецкой делегации, вице-президент ДИФИДЖИ Франк Альгёвер Специально прибыл в Казань для рассмотрения возможностей расширения научных проектов с КФУ Подробности далее Казанский федеральный почтил визитом вице-президент немецкого научно-исследовательского сообщества ДИФДЖИ Профессор Института теории систем и автоматизированных систем управления Университета Штутгарта Господин Франк Альгёвер Целью встречи стало знакомство с научно-исследовательской деятельностью Казанского университета И рассмотрение подробностей участия представителей Казанского федерального в программе ДИФДЖИ Встречу с Франком Альгёвером провели директора институтов и ректорка Фульжа Атгафуров Прежде чем речь пошла о проектах университета, глава вуза представил гостю ознакомительную презентацию о деятельности Казанского федерального Что представляет сегодня научно-образовательная структура нашего университета? Мы имеем два филиала в набережных Челнах и в Елабуке Эти территории сегодня рассматриваются как территория роста для экономики нашего региона Это территория, где локализуется достаточно большая промышленность Немецкое научно-исследовательское общество ДИФДЖИ является центральной действующей на принципах самоуправления организации германской науки Главной задачей которого является финансирование научных исследований при университетах и государственных научно-исследовательских институтах Отбор лучших проектов осуществляется на конкурсной основе Заслушав доклад Эльшата Гафурова, Франк Альгёвер поделился с присутствующими впечатлениями Сотрудничество с Россией и СНГ рассматривается в ДИФДЖИ как важнейший приоритет Основные задачи представительства заключаются в том, чтобы содействовать ученым и научным организациям в вопросах научного сотрудничества Мы хотели бы быть стратегическим партнером и выражаем свою заинтересованность в расширении научного сотрудничества с Казанским университетом Далее участники встречи обсудили работу немецкого научно-исследовательского сообщества И поддержку им исследовательских проектов во всех областях знаний Научное превосходство, поддержка младых ученых, междисциплинарность и международность стали основными темами беседы Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс В университетской клинике Казанского федерального университета началась серия мастер-классов для высококвалифицированных специалистов На операции побывал наш корреспондент Олег Кашин Для кардиохирургов университетской клиники Казанского федерального университета устроили показательные операции С 27 февраля по 1 марта в клинике проводят мастер-классы по хирургическому лечению фибрилляции претерзий с применением катетерной радиочастотной абляции Системы нефлюроскопического навигационного картерирования Основанная на трехмерной технологии получения изображений очага аритмии в реальном времени Чтобы поделиться опытом с университетскими специалистами Были приглашены кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения России Благодаря оборудованию, которое было поставлено в конце того года и введено в строй на базе университетской клиники КФУ Возможно проведение сложных смешательств по коррекции нарушения ритма практически любой локализации В настоящее время начало этих операций было приурочено к проведению мастер-класса С помощью наших коллег из российского кардиологического научно-производственного комплекса Мы начинаем этот ряд операций по лечению фибрилляции предсердия Фибрилляция предсердия это одна из форм аритмии, которая требует длительного приема лекарственных препаратов Но даже это не гарантирует защиту от ишемического инсульта Катетерная радиочастотная абляция позволяет сохранить правильный ритм сердца И входит в перечень основных методов лечения данной болезни В данном случае проводятся операции транскатетерно, то есть без больших рассечений, без больших доступов С помощью катетеров происходит прижигание тех участков миокарда, которые служат источником или путем ненужных импульсов сердца С помощью наших коллег нам удастся, я надеюсь, поставить эту операцию на постоянную основу Пациентов таких много и востребованность в подобных операциях высокая За время мастер-классов университетская клиника Казанского федерального университета поможет девяти пациентам А опыт, который получили казанские кардиохирурги, позволят проводить данную операцию регулярно Олег Кашин, Ленар Довлетьяров, Универньюз С визитом в Елабужский институт КФУ прибыл профессор Оксфордского университета Сатирас Эндрю Мусалимус Он пообщался со студентами факультета иностранных языков Подробности встречи смотри в следующем сюжете Профессор Оксфордского университета выступил с лекцией в Елабужском институте Казанского университета В рамках визита доктор философских наук Сатирас Эндрю Мусалимус встретился со студентами факультета иностранных языков Спикер отметил высокий уровень владения аудиторией английским языком Хотя во время этой встречи у меня не было такой возможности разговаривать обо всем, что их волнует Но все-таки я видел, что они заинтересованные люди Они интересуются миром, они хотят знать, что происходит в мире Они хотят знать о своих собственных возможностях в этом мире Я сама ездила по программе в Китай И то есть для меня это был большой опыт И сейчас, слушая профессора из Оксфорда, который выступает перед нами в нашем университете Я понимаю, что в принципе все реально И мне предстоит обучение в магистратуре И я считаю, что нужно где-то даже попробовать, может быть, подать заявку в такие мировые университеты Гостем лекции стал Николай Артемьев, заместитель начальника управления международных связей Северо-Восточного федерального университета Мы уже два года работаем по проекту «Эразмос плюс» с Казанским федеральным университетом В этом году мы загрузили две заявки Надеемся, что обе заявки одобрят и мы начнем нашу работу совместную Возможно, да, мы планируем внутренний обмен студентов между нашими университетами Можно на семестр или во время практик Профессор Оксфордского университета провел с молодыми учеными мастер-класс по научным публикациям в рейтинговых журналах На встрече обсуждались перспективы сотрудничества университетов и возможности совместных проектов Китай и Татарстан приступают к тестированию станции сети 5G Новейшие разработки в сфере были предоставлены на Конгресс технологий в Барселоне Как изменится современный мир с использованием 5G, вы узнаете в сюжете Артема Тупичкина На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне ряд китайских компаний Среди которых Huawei, ZTE, China Mobile и другие представили свои новейшие разработки в сфере сети 5G Сети пятого поколения, их отличительная особенность Это широкий канал, высокая пропускная способность и высокая защищенность Что позволяет, во-первых, расширить количество подключенных пользователей Ну а во-вторых, собственно, повысить качество предоставляемых услуг Скорости 5G в десятки раз превышают показатели прошлых поколений сети Это позволит более прогрессивно осваивать умные сферы технологий В том числе разработку беспилотных автомобилей, гаджетов и умных домов Появление сетей 5G в широком применении, по сути дела, открывает возможность Для расширения качества предоставляемых услуг, количества предоставляемых услуг Ну и с точки зрения конечного пользователя, это, безусловно, возможность С большим качеством, с более высоким качеством получать доступ к интернет-ресурсам Китай в провинции Хубей запустил первую экспериментальную базовую станцию мобильной связи 5G Тем самым китайские компании уже приступили к тестированию сети Татарстан планирует запустить тестирование 5G-сетей в марте 2018 года В данном случае Россия является одним из передовых государств Ну и приятно, что площадкой для апробации этих технологий является Республика Татарстан Что подтверждает в очередной раз ее лидерство в области инфокоммуникационных технологий В частности, планируется создать в Иннополисе зону сети 5G Важной задачей опытной зоны является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G Демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс Это были все новости на сегодня Не забывай следить за нами в социальных сетях И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok